Запись пошла. Всем добрый вечер. Сегодня у нас эфир на тему почему женщины старшего поколения игнорируют сексуальность. На самом деле эфир интересный для женщин. Почему? Потому что из состояния молодости вы все перейдёте в другие состояния. Возрастные изменения, они как бы, их никто не отменял. И смотрите, кто-то в возрастных изменениях себя чувствует отлично, то есть живёт хорошо, а может быть даже лучше, чем в тех состояниях, которые проходили ранее. А у кого-то эти состояния проходят очень грустно, печально. Так вот, это зависит не только от желания женщины. Все хотят быть подольше молодыми, здоровыми. Но, как я выяснила, проведя такой небольшой опрос среди своих клиенток, так вот, я выявила, что не все женщины, которым за 50 или около 50, хотят выращивать сексуальность. Давайте поговорим об этом. На самом деле, у нас есть, у женщин, у многих женщин, есть программа, что сексуальный быть грешно. И проявлять сексуальность, это плохо. Проявлять сексуальность только под шесть женщины. Вот такие вот программы я выявила, когда работала с женщинами, при работе с женщинами. И не будем сейчас говорить, откуда эти программы к нам пришли, но факт остаётся фактом. Они повторяются почти у всех женщин. Я ещё не встречала ни одной женщины, у которой не было бы подобных программ. Так вот, я так полагаю, лично моё мнение, что женщин как-то хотят приземлить. Да, приземлить и не заземлить, а приземлить. Что такое приземлить? То есть их ценность обнулить. И очень многим действительно, скажем так, очень многие женщины пошли по этому варианту развития, и свои ценности они обнуляют. Каждым разом меньше и меньше их ценностей. То есть женщина настолько себя обесценивает, что реально позволяет садиться тебе на шею и везёт всё в своей жизни. Ну, кому-то это необходимо, правда? И мы даже не будем говорить открыто кому-то. Так вот, хочу вам сказать, давайте подойдём к сексуальности. Сексуальность — это тот аспект, который на самом деле не про секс. Многие считают, что сексуальность, они прямо так и говорят женщинам, «Ой, ну мне уже там 50 лет, и какой там, какая сексуальность? Мне быть здоровой, как бы протянули тому десяток, два ещё. О какой сексуальности тут говорить?» Некоторые говорят, «Да нет у меня партнёра, зачем мне эта сексуальность?» То есть женщины, они сами отказываются от сексуальности. Но они не предполагают, такие женщины не предполагают, им никто не рассказал, что сексуальность — это и есть залог здоровья. Залог той самой гормональной молодости. Когда у женщины сексуальная сфера, то есть половые органы, матка, сексуальное наполнение постоянно в рабочем состоянии, то она была выше здоровья. Представляете? И это здоровье не такое, какое предлагает современная медицина. Это истинное здоровье. Хочу вам сказать такой момент. Опять же, многие женщины, они не видят радости в жизни. Они реально не видят радость. как бы прозябают. То есть радости нет, и жизнь протекает, как день сурка, и ничего интересного не происходит. О чём это говорит? И они не видят особо радостного будущего. Ну, конечно, они не будут видеть. Не будете видеть радостного будущего, пока вы его не создадите. А создать радостное будущее необходимо через что? Через удовольствие. Удовольствие в себе. То удовольствие взрастить в себе, которое будет развиваться и подгружать программу радости, счастья, бытия. И опять же, здесь выбор женщины проявлять сексуальность в отношениях с мужчиной, либо проявлять сексуальность в своей жизни. Для чего? Для здоровья, молодости, красоты. Для наполнения энергии. Потому что удовольствие от жизни, удовольствие от жизни, вы говорите, нет желания уже, не хочется там вообще то-то, то-то, то-то. Конечно, не хочется. Это значит, перекрыт второй центр, сексуальный центр. Как женщины говорят, что не хочется. Всё. Энергия не поступает в матку, начинаются проблемы. Мощь половой сферы и так далее. Но мозг же получил команду. Не хочется. Не хочется быть сексуальной, не хочется иметь желание, не хочется видеть радость и так далее. Вот сейчас послушайте себя и скажите, а что вам ещё не хочется? и всё это не хочется относится как раз к программе удовольствия. Удовольствие. А удовольствие возникает от возбуждения. Возбуждение от самой себя. От того, что всё приятно вокруг. Может возбуждать. Ну всё. Ноутбук, телефон, кошка. Всё может быть возбуждать. И многие считают, что возбуждаться — это тоже грех. Это тоже нехорошо. И особенно в мусульманских традициях женщины запрещали долгое время возбуждаться. Они до сих пор считают это не очень порядочно. Еле подобрала слово привычное. Так вот, открою вам секрет-секретный, дорогие мои. Все эти состояния, удовольствие, возбуждение, кайф от жизни, видение счастливого, радостного будущего, они все зависят как раз от сексуальности. Это всё и есть сексуальность. Все эти состояния объединены в одну единое целое — сексуальность. Когда женщина наполнена и у неё открыт второй центр, наполнена матка и постоянно курирует энергия в матке, в брюшной полости, женщины автоматически начинают оздоравливаться. И когда маточка наполняется здоровьем, то есть не здоровьем, а энергией, в ней происходят чудесные процессы, которые не могут возобновить никакие таблетки. Но это может сделать сама женщина. И как раз когда она начинает заниматься, своим восстановлением, восстановлением своих состояний, состояние удовольствия, удовольствие от чего? От самой себя, от того, что окружает, от того, что внутри меня, какое у меня состояние сейчас, кайфушечка или так себе, или дрянь-дряньская. Понимаете? это все удовольствие. Это все удовольствие. И многие переориентированы социумом, что удовольствие это либо секс, либо еда. Остальных удовольствий вроде как нет. Девочки, откройте глазки. Удовольствия на самом деле много, очень много. Удовольствие от поглаживания себя это тоже удовольствие. Понимаете? Я хочу вам сказать, что про массаж знают все, да? Релакс, который возникает после массажа. Ну, это про тело там. Очень релаксовые моменты от наших ножек, ступней. Но еще больше доступный релакс мы можем получить, то есть удовольствие, наслаждение от массажа рук. Каждый из вас может это делать. Просто-напросто я вам сейчас покажу. Этот массаж я делаю по утрам. И у меня я уже в утро вхожу в сексуальный. Понимаете? Я сейчас объясню, о чем я говорю. Мы начинаем, схлопываем руки, потираем и начинаем вот так вот потереть их. Вот таким образом. Начинаем тереть, тереть, растираем, и вы уже от запястья начинаете, и уже у вас идут мурашки. Уже тело начинает мурашиться. То есть оно начинает возбуждаться, мои хорошие. И уже получаете удовольствие. А потом каждый пальчик вот таким образом начинаете массировать. Можете по-другому, так как вам нравится. сейчас я до конца сделаю, это очень приятно. Можете каждый пальчик так взять и сбоку промассировать, а закончить нажатием на ногтевую пластину и за, на самую как это называется, мягкую подушечку пальца. И так каждый пальчик. Понимаете? Я вам хочу сказать, что у меня здесь, где у меня на сбуке, у меня лежит даже такая штучка китайская. Она вот так открывается, и там два таких колесика. Вот два таких колесика, которыми массируют, можно массировать каждый пальчик. Это великолепный массаж. Вот эта кайфушечка стоит копейки, но она доставляет удовольствие и здоровье. У нас на каждом пальчике есть активные точки, которые посылают, при стимуляции посылают информацию в каждый орган. и каждая система жизнеобеспечения подхватывает. Так вот, когда мы делаем такой-то массаж каждого пальчика, возникает состояние, ну, я, например, вхожу в состояние, которое доставляет мне удовольствие. Удовольствие. Включаются иродненные зоны. возбуждение. Возбуждение происходит, потому что мурашит тело. Это есть возбуждение. Многие думают, что возбуждение это совсем другие вещи. Возбуждение это когда тело возбуждается, но это не обязательно. Например, что оно возбуждается, но может кучле. И это может быть, но может быть и другое. понимаете, можно получать удовольствие от таких вещей. Ну, что я сейчас делаю? Как вы думаете? Я сейчас активирую свою гормональную систему. Понимаете, как все просто забыла? Вообще в жизни уже все придумано для женщин. И усложнять ничего не надо. И совершенно необязательно пить лекарства и ходить по бесконечным обследованиям. Необходимо научиться все делать само и для себя любимым. И все начинается это с элементарных вещей. Например, сделать себе удовольствие, создать состояние удовольствия. Таким образом можете? Конечно. Конечно можете. Сейчас я еще два пальчика сделаю. Особо приятно это безымянный пальчиком. ну вообще кайфушечкой. Просто кайфушечкой. Сразу в желудке стало приятно. Кишечник среагировал. Потому что каждый пальчик он активирует орган. И я это чувствую. Как по карте. Все ощущения происходят. так вот. вот все это женщина может делать. И потом эту кайфушечку опять упаковываю. И можно еще сделать вот так. А вот так еще приятнее. потому что у нас на руке очень много активных точек. Которые опять же посылают сигнал в органы. Ну как вы думаете, что я сейчас делаю? Я сейчас оздоравливаюсь. Просто сидя разговаривая с вами и я оздоравливаюсь. и у меня это в привычке. Но более того, я сейчас получаю возбуждение и удовольствие. Как вы думаете, какие от меня сейчас идут вибрации? Вибрации сексуальности? Да, потому что у меня начинает блестеть глаза. У меня активно идет энергия по каналам. И я наполняюсь такой тихой радостью. понимаете, такая женщина, она притягательна. Притягательна. Вот. Вот таким образом вы можете себя себе доставлять в возбуждение удовольствия. Понимаете, о чем я говорю? И это будет маленькими шажочками приближать к здоровью. Когда вы для себя определите, что вы каждый день входите в состояние удовольствия через подобные методы, то в скором времени вы обнаружите, что удовольствий очень много в вашей жизни. И какие-то удовольствия вам доставляют радость, счастье, какие-то удовольствия вводят вас в состояние возбуждения, а какие-то удовольствия через какие-то удовольствия вы видите мир в совсем другом свете и вам уже хочется жить, творить и создавать будущее. Понимаете, обязательно необходимы женщины, особенно которые подходят к рубежу 50 лет, то есть к второй половине жизни, научиться доставлять себе удовольствие и переформатировать свой мозг, отказаться от лояльности к программам, которые искажали программ удовольствия, радость, желания, потому что если нет удовольствия, то нет и желаний. Я об этом говорила, хочу перекрыто. И, конечно, тогда нет желаний, нет вкус жизни, жизнь становится пресной, невкусной, как день сурка. Что-то у меня тут мигнуло, мигнуло и опять пошло. Так. И вот что еще. Пожалуйста, в голове себе измените программу. То есть сначала измените убеждение, что удовольствие, возбуждение и сексуальность мне нельзя. Просто скажите мне можно. Почему нельзя? Можно. И удовольствие, желание, сексуальность это все про радость жизни. Об этом подумайте в эту сторону. Я предлагаю вам подумать в эту сторону, чтобы понять, для того, чтобы быть здоровой, энергетически наполненной, удовлетворенной, во второй половине жизни вам необходимо быть довольны обои, быть желанной самой себе и, конечно, быть кокеткой, быть сексуальной. А почему нет? А почему да? Давайте подумаем по-другому. Не так, как думали наши мамы, бабушки. Давайте изменим все наши состояния, чтобы пребывать в возрастных частях, скажем так, жизни, нашей жизни в довольствии. В довольствии самой собой. Но это может сделать только женщина. Такой таблетки нет. Нет таблетки, которая будет доставлять вам удовольствие. Нет таблетки, которая будет доставлять вам радость. Нет таблетки, которая будет доставлять вам возбуждение, кайф от самой себя. Понимаете, таких таблеток нет. Я сейчас не говорю про наркотикосодержащие вещества. Конечно, я работаю с зависимыми людьми, и я против всего этого. Я про другое. Я про то, как мы можем изменить свой гормональный фон сами. И вдруг стать довольно сексуальными женщинами. Кому эта идея понравилась? Вот напишите в чат, кому эта идея нравится. Ведь чтобы стать такой женщиной, необходимо приложить усилия, то есть вывести себя на действие, узнать, как это необходимо сделать, как достичь таких состояний, и как проживать свою жизнь, в желаниях, как умножить свои желания, как от желания испытывать восторг, вдохновение, как от желания испытывать то же самое возбуждение. Понимаете, возбуждение, оно возникает уже при мысли о том, что желание исполнится. Желание исполнится. И, конечно же, возбуждение идёт, потому что совсем другое состояние возникает. И к этому эти все состояния, конечно, в одно, если совместить, то получается состояние удовольствия. Удовольствие от самой себе и от жизни, которую мы создаём. Вот такой небольшой эфир я сегодня вам провела для того, чтобы вы подумали, разрешили себе, сказали, мне можно, мне можно быть желанной, потому что я хочу желать. Мне можно быть вдохновлённой, потому что я вдохновлена собой. Мне можно быть возбуждённой, возбуждённой, конечно, можно. Мне можно испытывать возбуждение, мне можно испытывать экстас от жизни, от самой себя, а значит и от жизни. И мне можно жить в удовольствии, довольствуясь, довольствуясь, а мой тобой. Потому что вам это никто не принесёт. Я это вам всегда повторяю, что все радостные моменты, события мы создаём сами в наших прекрасных головках. Мозг нам помогает в этом. И только мы можем это сделать. Больше никто за нас это не делает. Мужчина только... Многие думают, что мужчина придёт и всё изменит. Но это не так. Мужчина придёт и усилит те состояния, которые мы зародили в себе. И почему... Ну, это для другого темы, для другой темы не буду сейчас развивать мысли, которая сейчас пришла. Мои хорошие, кто просмотрит эфир, обязательно подумайте в эту сторону и разрешите себе то, что я вам сейчас предложила. И посмотрите, как изменится ваше состояние, как изменится мир вокруг вас и как изменятся ваши родные и близкие. И посмотрите, как на эти вибрации вдруг откроется что-то чудесное в вашем мире. И зафиксируйте обязательно это. И напишите в чат. Пожалуйста, напишите в чат. Вы будете это делать. А если не будете, то почему? Почему вы не хотите жить в удовольствии, в возбуждении, в радости и счастье? Потому что есть на эту причину. Ответьте на этот вопрос сначала самой себе, а потом напишите в чат. И скажите, мне можно? Мне можно проявляться? Мне можно проявляться в чате. Мне можно проявляться в своей жизни в другом состоянии. И дай им удовольствие, радость и возбуждение. На этом я заканчиваю эфир. Хороших вам выходных. И пожалуйста, напишите в чат. Какое ваше состояние после эфира? И что вы осознали и хотите изменить в своей голове сначала? Обнимаю вас сердцем. Всего вам доброго и светлого. А с вами я, как всегда, Ольга Мира. До встречи на моих мероприятиях. Кстати, женский курс идет. И вы можете присоединиться к нему. Но сейчас не об этом. Оля только присоединилась, а я уже заканчиваю эфир. Олечка, пересмотреть надо. Всего вам доброго и светлого. Заканчиваем. Субтитры сделал DimaTorzok